Меня зовут Влад Данильченко, я лидер команды HR Евразия. У нас сегодня с вами 16 октября, у нас Big Doda Call, 10.00 по московскому времени. Моя задача сегодня вас зарядить, зарядить на всю неделю, чтобы вы могли совершать подвиги. Я утром выпил 5000 единиц витамин D3, железа, омегу, поэтому можно сказать, что я заряженный, и сейчас я попробую зарядить вас. Ну что, погнали. И мы с вами начнем с новостей Doda Pizza в Дубае. Я напомню, что Дубай – это для нас стратегическое направление. Дело в том, что, знаете, как Петр Первый в свое время прорубил окно в Европу для России, так же и дубайская команда сейчас, можно сказать, рубит для Doda Pizza окно на мировую арену. Поэтому мы всячески должны ребят в Дубае поддерживать. И у нас есть хорошие новости из Дубая. Выручка начала расти. Дело в том, что летом в Дубае очень жарко, и наши продажи падали. А в августе мы достигли дна по продажам. Выручка за весь август составила 170 тысяч дирхам. Со второй половины августа выручка начала расти. И уже в сентябре выручка составила 224 тысячи дирхам. Это сопоставимо с продажами в мае. И я вот тут загуглил. И 224 тысячи дирхам – это почти 6 миллионов рублей. Мне кажется, что это очень хорошие показатели. Это вообще близко к средней выручке на пиццерию в России. При том, что мы в России работаем 12 лет, и у нас и бренд, и покрытие здесь есть. А в Дубае это только одна пиццерия, и она работает меньше года. Мы понимаем, что есть агрегаторы, и агрегаторы забирают часть нашей прибыли за счет комиссии. Но мне кажется, что потенциал на этом рынке огромный. Напомню, что через несколько лет мы планируем отказаться от работы с агрегаторами в Дубае. Я думаю, что у ребят все получится. Давайте еще раз их поддержим, потому что они большие молодцы. Идем дальше. Переходим к новостям. Международный мастер-франшиза, команда IMAP. Первый слайд у нас с продажами. Октябрь – это традиционный месяц высоких выручек не только в России, но и на зарубежных рынках. И рост количества точек, и сезонный фактор способствует тому, что выручка растет. Вот на слайде вы видите понедельную динамику выручки. И выручка за прошлую неделю составила 935 тысяч долларов. Что интересного по пиццериям происходит? Пиццерии в Узбекистане вплотную приблизились к отметке в 100 тысяч долларов выручки в неделю. А вот пиццерии в Польше, они уже по выручке догнали пиццерии в Словении. При этом у нас на прошлой неделе открылась пиццерия в Кипре, и она запустилась очень круто. Мы уже вплотную подошли к выручке, которую показывают пиццерии в Турции. Но это и в определенной степени тревожный для нас знак. Почему? Потому что это говорит о том, что рынок Турции, он очень сложный. Мы знаем, что там сильный доминос, там сильные агрегаторы. И вообще рынок имеет свою специфику, и команда АМФ, и команда управляющей компании должны сфокусироваться на рынке Турции для того, чтобы там тоже постепенно показать прорыв. Вообще здесь самое интересное – это перспектива роста выручки. Вот я предлагаю нам в чате написать прогнозы, когда выручка в АМФ выйдет в клуб миллион долларов в неделю. Мне кажется, что это произойдет где-то в начале декабря. Напишите ваши прогнозы в чат. Но вообще мы понимаем, что Илья Зомба и команда сейчас много работают над тем, чтобы запустить новые пиццерии, новые страны. Я думаю, что темпы роста выручки в ближайшие 6-12 месяцев будут просто колоссальными, потому что ребята очень много сейчас делают для этого. Вот, собственно, об открытиях и поговорим. У нас на прошлой неделе запустилась пиццерия на Кипре в городе Лимассоле. Я тут тоже посмотрел, погуглил, и это один из самых крупных городов на Кипре. Население 280 тысяч человек. Мы запустились пока на доставку, но уже на этой неделе планируем открыть ресторан. И выручка в первые выходные, средневная выручка в первые выходные составила полторы тысячи евро в день. Это крутой результат, это почти 155 тысяч рублей выручки. И учитывая, что это только одна пиццерия, учитывая, что она работает только на доставку, это просто потрясающие результаты. Мы уже строим вторую пиццерию в этом городе и планируем ее открыть до конца года. Поэтому давайте либо дадим реакции в чате, либо похлопаем Виктору Никитину, напишите ему слова поддержки в Facebook. Я уверен, что ему это будет очень полезно, потому что открывать пиццерии, особенно в другой стране, это всегда очень сложно. Также мы приняли участие в конференции в Саудовской Аравии. Конференция называлась Fast Food and Coffee Convention. Нашу компанию представлял Антон Дерягин. Антон вместе с другими спикерами обсудили вопрос трансформации и роста прибыльности через data-driven подход. Это очень актуальная для нас тема. И вообще нам такой формат очень понравился. Мы планируем продолжать участвовать в таких мероприятиях. Во-первых, потому что мы рассказываем о своем бренде, о нашем подходе. А во-вторых, потому что мы получаем полезные контакты. Уверен, что у Антона получилось несколько контактов, несколько визиток с данного мероприятия унести. И нам это поможет искать потенциальных франчези за пределами Евразии. Антон, большое спасибо тебе. И давайте еще раз поддержим команду IMF, потому что они большие молодцы. И я уверен, что их выручка в ближайший год, несколько лет, она будет кратно выше, чем сейчас. Переходим к новостям Dodo Engineering. Значит, наши разработчики обновили стартовый экран в приложении Dodo Pizza. Теперь появилась вот такая анимация, когда вы открываете приложение. Эта версия уже доступна. То есть вы можете сразу после BigDodo Call обновить ваше приложение, и у вас будет появляться такая анимация. А у владельцев iOS еще будет чувствоваться приятная вибрация. По мнению автора этого слайда. Вот, ребята в будущем будут добавлять кастомную анимацию, то есть будет еще интереснее, еще разнообразнее. И вы знаете, вот этот момент, когда вы открываете мобильное приложение, и еще пока что не появился главный экран, вы ждете, видите какую-то картинку, и вот ребята решили вот этот процесс как бы разнообразить. Поэтому спасибо им большое за это. Наши креативные IT-специалисты реализовали интеграцию с GrabTech. Это такой сервис, который помогает интегрироваться с агрегаторами. Вы знаете, что за пределами России мы работаем с агрегаторами в некоторых странах. И раньше, когда из агрегаторов поступал заказ, менеджеру смены приходилось руками его забивать в DDAIS. То есть это был такой полностью ручной труд. Потом еще приходилось вешать его на какого-то курьера, иногда это были какие-то фейковые курьеры. Вот. И, собственно, ребята нашли элегантное решение, как эту проблему решить. Они интегрировались с сервисом GrabTech, и теперь, когда заказ поступает в пиццерию от агрегатора, он падает на кассу доставки, но в раздел самовывоза. Либо падает на кассу ресторана, если пиццерия работает с кассой ресторана. И, соответственно, мы можем выдать курьеру заказ от агрегатора просто через вкладку самовывоз. То есть не нужно делать никаких дополнительных усилий. При этом мы имеем возможность сразу таким образом интегрироваться с большим количеством агрегаторов на рынке, а не просто с каким-то конкретным агрегатором. Поэтому большое спасибо ребятам из Dodo Engineering за эту разработку. Переходим к новостям Drinket. Новости про Drinket все чаще появляются в таких телеграм-каналах, которые находятся в кофейной индустрии и в каких-то лайфстайл-изданиях. Вот, например, совсем недавно про нас написали в Афиша Дэйли. То, что про нас пишут, это хорошо сразу по двум причинам. Во-первых, это говорит о том, что нас, как игрока на кофейном рынке, уже начинают замечать, хотя мы совсем небольшие. А во вторую очередь это помогает нам говорить о нашем бренде. Бренд – это очень важно. Как говорил Федор на последней лекции, что бренд построить очень сложно, но бренд – это победа. И так как мы хотим победить на этом рынке, нам очень важно заявлять о себе, очень важно постепенно строить бренд. И очень ценно, что вот такие вот издания в кофейной индустрии нас уже замечают. Также мы обновили программу обучения для наших франчези. Программа обучения стала интенсивней, интересней, и уже первые партнеры франчези начинают проходить обучение вот по этой программе. На фотографиях вы видите партнеров из Казахстана. И посмотрите, уже на третий день обучения они рисуют божественные сердечки на кофейной пенке. Вот. Спасибо большое ребятам из Drinking, что они настолько сильно углубились в программу обучения партнеров. Это очень важно, потому что наши партнеры, они будут взаимодействовать с нашими клиентами в будущем, и они будут строить корпоративную культуру в своих точках, на местах, и поэтому программа обучения для них очень важна. Переходим к новостям Додо Пицца Евразии. В Евразии продажи уверенно растут. Вот. Выручка в предыдущей неделе составила 1 миллиард 490 миллионов рублей, и это отличное значение выручки. Честно говоря, немножко даже страшно. Почему? Потому что выручка растет очень сильно, и при этом, ну, вы, наверное, слышали, что у нас есть сложности на рынке труда в России сейчас. Вот. И эти сложности нам приходится решать вместе с партнерами. Но, тем не менее, рост выручки – это абсолютно крутой показатель того, что наш бренд, наша пицца пользуется популярностью у клиентов. Если посмотреть на значение Like for Like, то мы увидим, что Like for Like по выручке в России за прошлую неделю составил 30%. Это просто космический результат. Like for Like по заказам составил 18%. Ну, вот тут видно, что все недели они зеленые, и рост очень хороший, и мы, как бы, тоже продолжаем наращивать и выручку, и количество заказов. Like for Like в Казахстане на прошлой неделе составил 21%, а Like for Like в Беларуси – 9%. В динамике видно, что Like for Like в Казахстане увеличивается и восстанавливается до наших целевых значений. Для нас это очень важно. Почему? Потому что, напомню, что наша задача – это диверсификация. Да, то есть важно, чтобы максимальное количество выручки поступало не из России, и вот рост продаж в Казахстане и Беларуси – это очень хороший знак для нас. Значит, данные по юнит-косту. Несмотря на то, что юнит-кост очень сильно связан с курсом национальной валюты, а национальная валюта в последние несколько месяцев сильно девальвировала, команде Владиславу Мандрыко удается удерживать юнит-кост в промежутке 32,5-33,5%. И это, ну, вот как бы мы с вами смотрим на этот график каждую неделю, но на самом деле за этим графиком скрыты просто титанические усилия всей команды Supply Chain, поэтому давайте им тоже похлопаем и их поблагодарим за эту работу, потому что это очень сильно влияет на экономику наших пиццерий в Евразии. Значит, переходим к новостям команды клиентского опыта. Дело в том, что ребята улучшили нашу аттестацию для кассиров. Ребята добавили туда 15 кейсовых вопросов. Они связаны и с принципами сервиса, и с продажами, и с доп. продажами, и с тем, как вести себя в конфликтных ситуациях с гостями, как из них правильно выходить, чтобы гости оставались счастливы. И, ребята, большие молодцы. Уже в ноябре мы будем проводить аттестацию наших сотрудников и посмотрим, сколько ребят, кассиров пройдут вот эти вот 15 кейсовых вопросов и какие будут результаты, тоже этим обязательно с вами поделимся. Новости управляющей компании, а именно новости от команды HR Global. На прошлой неделе мы запустили опрос вовлеченности сотрудников управляющей компании, так называемый пульс-опрос. Это очень крутой инструмент, потому что он позволяет собрать большое количество обратной связи. А обратная связь, как вам известно, это подарок. Соответственно, я вас прошу перейти по QR-коду на экране, потратить 10-15 минут вашего времени для того, чтобы заполнить опрос вовлеченности. Можно указать благодарности кому-то из вашей команды, лидеру вашей команды, либо указать какие-то зоны роста, то есть что можно улучшить в работе, что вас беспокоит, что вас тревожит и так далее. Потому что чем больше будет информации, тем лучше будет вашим лидерам, да, то есть более полная будет картина, чтобы ваши лидеры могли это все обработать и сделать работу в нашей компании еще лучше. То есть этот опрос, он проводится именно для нас с вами, чтобы мы могли улучшать условия труда в нашей компании. Поэтому, пожалуйста, 10-15 минут времени, сканируйте QR-код, проходите. Галя Витошкина будет очень счастлива. Здесь новости нашей компании заканчиваются, но я хочу рассказать кое-что еще. Я хочу рассказать о съезде партнеров, который прошел на прошлой неделе. Это региональный съезд партнеров. Мы встречались с партнерами Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа. Вот на этой фотографии выйдет часть только партнеров, кто были на этой встрече. Съезд занял два дня. Были очень интересные и горячие дискуссии с нашими партнерами. Вы знаете, что наши партнеры, они сильно вовлечены в бизнес, и они всегда очень трепетно относятся к каким-то решениям управляющей компании, всегда готовы давать обратную связь. И вот, собственно, в горячих дискуссиях, но очень плодотворных дискуссиях, я хочу отметить, мы эти два дня провели. Я хотел бы с вами поделиться тем, что мы обсуждали с партнерами. Если вот оставить такие самые крупные блоки, то вот я на данном слайде их вывел в три основных пункта. Первый пункт – это, конечно, нехватка сотрудников наших пиццерий. Дело в том, что очень много внешних факторов влияет на то, что нам сейчас не хватает ребят в пиццериях. Один из таких факторов, как мы уже смотрели с вами на слайдах раньше, это рост выручки. Но я думаю, что это хорошая проблема. То есть когда выручка растет, и мы не успеваем с ней справляться, это лучше, чем когда выручка сильно падает, и мы не знаем, как сделать так, чтобы она росла. Мы с партнерами здесь очень много на эту тему общались. Я рассказал партнерам про нашу программу, про те направления, в которых мы работаем. Партнеры поддержали, дали обратную связь, но эта обратная связь была по делу, и мы уже взяли ее в работу. В перерыве партнеры тоже подходили, выражали слова поддержки, благодарности, потому что в целом мы как бы сидим в одной лодке, и у нас один бизнес, и это проблема общая. Второе направление, которое мы обсуждали и тоже много времени на него потратили, это рост стоимости оборудования, запасных частей и в целом логистика ряда позиций, потому что у нас восстановились цепочки поставок, ну, если сравнить с прошлым годом, да, но тем не менее некоторые позиции, которые едут к нам из других стран, они имеют длительные сроки поставки, 3, 4, 5 месяцев, ну и плюс вы сами понимаете, что девальвация национальной валюты, она привела к тому, что сейчас стало сильно дороже открывать пиццерию или закупать какое-то оборудование, вот, но Владислав Мандрыко своей жесткой, уверенной рукой взял эту задачу на контроль, и вместе с командой они, я уверен, уже начали с этой проблемы работать. И третий пункт, который мы тоже обсуждали с партнерами, уделили много внимания, это стабильность DDS, в большей степени обсуждали стабильность принтера на упаковке, ну, я думаю, что ребята из команды ERP уже слышали про это, да, и уже работают в этом направлении, также партнеры несколько раз нам подсветили, что у нас, ну, плохое решение, плохая реализация решения с чаевыми в нашем приложении для курьеров, да, хотя чаевые это, в принципе, уже сейчас такая, знаете, гигиена рынка, вот, но здесь мы совместно с командой Юлией Емельяновой и с командой ERP тоже будем над этой задачей работать. Ну, и два пожелания от партнеров, которые они мне передали, вот, а я хочу передать их вам. Да, значит, партнеры, выслушав наши, ну, то, чем мы занимаемся как управляющая компания, в этих трех ключевых вопросах наши, там, ключевые направления, да, они выразили таких два пожелания. Первое – это скорость, то есть партнеры горячо поддерживают наши проекты, но, как бы, есть такое мнение, что некоторые проекты мы делаем достаточно долго. Я думаю, что это связано с двумя основными причинами. Иногда бывает так, что мы реально в каком-то проекте просто недорабатываем, ну, потому что, например, взяли сразу много проектов и потеряли фокус, да, либо бывает так, что у нас в каких-то направлениях слишком долгая реализация ценности для пиццерии, то есть много цепочек согласований, и это приводит к тому, что мы просто проект делаем, там, не за месяц, а, например, за три месяца. И я думаю, что наша с вами менеджерская работа, она заключается в том, чтобы правильно приоритизировать, да, для того, чтобы быстрее доставлять ценности в пиццерии, ну, и находить вот эти вот процессы, которые являются неэффективными, и пытаться их как-то менять, потому что иначе мы превратимся в достаточно бюрократическую структуру и будем делать все проекты там по два-три года, вот, а этого нельзя допустить. И второе пожелание – это открытое сознание, потому что партнеры периодически приходят к нам с какой-то обратной связью или с проектами, и, ну, честно говоря, я сам иногда прихожу к кому-то из своих коллег в управляющей компании с какими-то идеями или с какими-то просьбами, и часто слышу такие вещи, что вот это невозможно, это так не делают, на рынке такого нет и так далее. Вот, конечно, нужно следить за нашими конкурентами и коллегами на рынке, и, конечно, нужно изучать их опыт, но если кто-то что-то не делает на рынке, это не значит, что это сделать невозможно, вот, опять же, да, границы только у нас в головах, и поэтому нам с вами нужно иметь открытое сознание, открытый разум для того, чтобы очень сложные и креативные проекты реализовывать, а не постоянно делать то же самое, что делают другие участники рынка. Ну, и третье пожелание от партнеров и от меня тоже – это помнить о том, что ключевая ценность нашего бизнеса, она создается в пиццериях. То есть все-таки ключевая ценность, она не в офисе, не в переговорках, не в Google Meet, она именно в пиццерии, потому что именно в пиццерии мы обслуживаем наших клиентов, именно в пиццерии мы зарабатываем деньги для нашего бизнеса, да, собственно, благодаря чему мы с вами работаем, и поэтому нам с вами необходимо регулярно ходить в пиццерии, либо просто работать в пиццерии, либо ходить в Гембу, особенно командам, которые что-то делают для пиццерии, либо что-то делают для наших клиентов. И вот здесь вот я вставил несколько фотографий наших коллег, которые ходили в Гембу и поделились этими фотографиями или отзывами, и хотел напомнить о том, что уже 3 ноября у нас с вами будет очередной день директора, вот, поход в Гембу, мы с вами, это будет очень сложный день, сразу скажу, почему, потому что это пятница, и это последний рабочий день перед длинными выходными, перед Днем Народного Единства, и нашим пиццериям нужна поддержка, поэтому я всех призываю пойти в Гембу, не нужно искать для себя оправдание, что у кого-то нет времени, что вы там будете мешаться только, на самом деле, прийти, там, 4-5 часиков помыть посуду, помочь ребятам закрыться, да, или, там, разнести заказы, это может каждый, это не какой-то, там, rocket science и так далее, поэтому я всех призываю проходить по данному QR-коду, записываться в Гембу на 3 ноября, потому что именно в пиццериях создается ценность нашего бизнеса, именно там мы встречаемся с нашими клиентами. Вот, поэтому, пожалуйста, все записывайтесь в Гембу. У меня на этом все, большое вам спасибо и хорошей вам недели.